Всем привет дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. Сегодня у нас разбор нового стрелка Альянса под именем Пенни. Разберем несколько билдов, которые мы можем ей сделать. Также посмотрим, как она показывает себя на месячных боссах. И также, помимо всего прочего, я вам покажу кадры, как она себя показывает в яме. И как обычно, первые тесты 15-звездочной Пенни провел англоязычный ютубер Зилс. Поэтому переходите на его канал, подписывайтесь, поддерживайте его основное видео лайками, которое я также оставлю в описании. И также можете посмотреть полное его прохождение ямы, потому что я буду показывать только отдельные части. Итак, начнем с того, что Пенни имеет два билда. Один билд на скорость и второй билд на крит. Скорость позволит Пенни походить впервые противника. И за счет ее обычной атаки, которая наносит реально много урона, если она критует. И если она критует, то Пенни получает по одному слою брони. Как взрывной, так и отражение. Соответственно, те герои, которые будут ходить после Пенни, герои, к примеру, контроля и так далее. Они уже будут наносить Пенни, во-первых, меньше урона за счет ее брони отражения. Во-вторых, они ее не смогут законтролить. И также немаловажно то, что ей желательно не ставить артефакт на энергию. Потому что нам нужно как раз таки, чтобы она нанесла свою обычную атаку. Потому что она дополнительно получает 40% критического урона. За счет которого во втором раунде с активной ульты она нанесет намного больше урона. Потому что любой критический урон умножается на 2. То есть, если у нас 40% критического урона, то к конечному урону мы добавляем 80%. Это очень много, насколько вы понимаете. И критический урон также влияет на последнюю пассивку. Последняя пассивка наносит урон по всем. И этот урон зависит от силы крита Пенни. Поэтому во втором раунде, если она уже в первом раунде нанесла обычную атаку, то ульта у нее будет очень сильная. Что касается активного навыка, то она атакует противника с наибольшим количеством здоровья. Только это наибольшее здоровье имеется ввиду не максимальное на поле боя, а текущее. То есть, к примеру, если у противника Аида имеет 30% здоровья, а Валька имеет 20% здоровья, то Пенни будет атаковать как раз таки Аиду. Далее, что касается отраженного урона у Пенни, который мы наносим с брони, 50% мы их никак не можем усилить. То есть, это всегда останутся 50% от полученного урона. Помимо всего прочего, Пенни отражает только обычную атаку и активный навык. Не отражает пассивный урон, который наносит тот же мим или же постепенный. Далее, что касается точности. По последним изменениям, 1% точности добавляет 0.3% бонусного урона. Соответственно, Пенни имеет 100% точности пассивные и 15% она имеет с науки, если она у вас вкачана, конечно. И таким образом она получает дополнительно 35% к конечному урону. Точность усиливает как и обычную атаку, так и активный навык. И, кстати говоря, постепенный урон она тоже усиливает. Поэтому, друзья, точность это очень крутой стат, который еще, кстати, снижает эквивалентно шанс блока противника. То есть, если мы имеем 115% точности, то мы минусуем 115% шанса блока противника. Что дает Пенни наносить очень взрывной урон противникам, которые имеют очень высокий шанс блока. Как тот же Гор. Но имейте ввиду то, что урон, который вы можете получить с точности максимальный, это 150%. То есть, на 150% точности вы получаете максимальный урон с этой характеристики в размере 45%. Далее, Зилс показал нам несколько боев в ПВП, которые я с вами разберу. В первом бою мы можем видеть, что Пенни получила страх, за счет которого она не может нанести свою обычную атаку. И это очень для нее критично. Она просто не вышла из контроля, она не получила ни один из щитов и нанесла 0 урона. Это я к тому, что билд на скорость на нее очень сильно решает. Если вы ее будете разгонять на крит, то цифры будут просто космические. Но ей нужно давать бить. То есть, ей нужно нанести хотя бы один крит, для того, чтобы она уже была защищена. Итак, вы можете видеть, что с обычной атаки она просто карает противника, но только если она критовая. Она наносит очень много урона. 26 миллионов за 2 раунда. Это просто космические цифры. Кстати, я не понимаю, что в команде противника делает Доминатор. Она дает обычную атаку и у всех противников просто минус половина здоровья. Это просто бешеный урон. Это очень взрывной урон. 42 миллиона урона просто за пару раундов. В следующем бою все так же. Она дает обычную атаку и просто минус половина здоровья у всей команды противника. Хочу отметить также, что там основные герои топовые, 15-ти звездочные. То есть, это не какая-то мусорная команда. Жаль, в данной команде вместо Доминатора нету Гора. Потому что Гор, мне кажется, тоже очень сильно бы отлетал, потому что она полностью игнорирует его броню. Далее, друзья, полнейший фан. Зиос решил поставить данного героя просто Саурой Редемшн. С героями первого уровня. И вы можете видеть, что она все так же наносит космические цифры урона. И самое забавное то, что она это делает даже с обычной атаки. То есть, она как с обычной атаки просто карает противника, так и с активного навыка. 45 миллионов урона просто за два раунда. Это жесть, реально. Итак, друзья, что касается PvP, то Зиос больше ничего не показал. Теперь давайте перейдем на месячных боссов. Что касается боссов, то мы здесь ставим билд на критический шанс, критическую атаку. То есть, полностью камень на крит шанс, крит атаку. И артефакты на криты. Я вам покажу несколько артефактов на экране, которые вы можете приобрести или выбить со сколков оранжевых в месячном магазине или же за донат. Все артефакты смело можете ставить в PvE на пене. Ну и в PvP, кстати, тоже. Он эту девушку тестил на вторых месячных боссах с пылью. У нас боссы имеют фракцию бездны, поэтому Альянс у нас наносит повышенный урон по данным боссам. На втором месячном боссе она нанесла 1,2 миллиарда урона. Он зашел на этого босса только один раз, потому что там было у него мало здоровья и дальше он не смог его протестить. Более детально он протестил третьего месячного босса. На третьем месячном боссе вы ставите на 15-й звезде отхил с крита, поэтому ей абсолютно не нужен никакой хил. Конечно же, здесь в команде у него использовалось много героев, которые снижают атаку. Та же Валька, ХВ. Хотя да, всего два героя, но все равно. Эти два героя очень сильно снижают атаку противника. Плюс у него стоял Амос на подсейве, который постоянно захиливал. Но в любом случае, мы на босса ставим отхил за счет крита и на третьих месячных боссах она нанесла также 1,1 миллиард, что просто очень круто. Это реально очень крутые цифры на третьем месячном боссе, друзья. Конечно же, они по большей части зависят от того, что здесь фракционная прибавка идет, но все же это очень крутой результат, который он достиг также с Оборотним Волком. И хочу вам сказать, что у него не какая-то крутая команда, которая прям разгоняет данную Пенни. То есть он здесь даже без Круса. Крус потенциально мог бы разогнать Пенни еще больше. Я думаю, это видео ответит на вопрос, стоит ли ее качать, потому что очень многие сейчас шумят по поводу нового приста Тьмы, Жреца Тьмы, которого мы также разберем в одном из следующих видео. Но, друзья, вот этот Стрелок Альянса, он тоже не менее имбовый. Давайте подытожим. У нас есть два билда. Один на скорость и один на крит. На скорость только на ПВП. Крит как ПВП, так и ПВЕ. Это также зависит от того, сколько контроля у вас в команде. Если у вас команда с множеством контроля, то они позволят Пенни наносить свои атаки, соответственно, вы можете ставить на нее крит. Герой с первого раунда наносит взрывной урон, прям нереально взрывной урон. Пробивает все блоки, пробивает высокое количество здоровья за счет своих поджогов, которые игнорируют броню. Все взрывается, все пуляется, имеет, можно сказать, полный иммунитет от контроля. Получает сниженный урон, который еще и отражает. В общем, герой, друзья, просто next level. Я когда, честно скажу, первый раз прочитал ее навыки, я просто был в шоке, потому что этот герой выглядит как будто не из этой игры. То есть он реально очень крутой, имеет в себе сразу несколько очень крутых механик. И данный герой мне понравился больше даже, чем приз тьмы. Потому что заранее мы уже знали, какие навыки будет иметь приз тьмы, не было никакой интриги. И поэтому, наверное, стрелок меня, можно сказать, удивил. Героя без вариантов стоит качать. Один из самых сильных героев сейчас в Альянсе будет. Поэтому смело можем ставить ее в ауру той же радуги, в Redemption. Поэтому, друзья, если вы не получили на этом ивенте жреца тьмы, то смело можем качать Пенни и радоваться жизни. Потому что убивать она будет все и вся. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И увидимся в следующем видео.